Казахстанская медиа-академия общается с интересными людьми. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владислав Югай, и я не представляю свою жизнь без праздников. В эфире программа «Искусство интервью». Лучшие праздники те, что происходят внутри нас. Сегодня мы будем раскрывать на моем интервью тему праздники, ну и, конечно, поговорим о нашем госте. Владислав Югай, выпускник и резидент Казахстанской медиа-академии, ведущий праздничных мероприятий, увлекается спортом, как телеведущий раскрывает тему праздников. Сегодня в гостях на передаче «Искусство интервью» одна из самых ярких артистов нашей страны. Замечательно талантливная оперная певица, композитор, в прошлом профессиональная ведущая, очаровательная Елена Никонова. Здравствуйте, Елена! Мы рады вас приветствовать на нашей передаче. Елена Никонова – целистка Казахстанского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, преподаватель Казахстанской национальной консерватории имени Курмангазы. Я, как человек в праздник, хотел бы сегодня поговорить о праздниках, немного о вашей жизни, может быть, так сказать, ну и вообще, чем вы любите заниматься, занимались. И первый вопрос, конечно же, как вы стали оперной певицей? Это все-таки как-то вот мечта детства или кто-то вас подтолкнул к этому? Ну, спасибо, очень приятно за такое яркое представление. Я послушала, обрадовалась. Я старался. Вот. Ну, мне кажется, певицей я хотела стать с детства. Возможно, я не думала, что я буду оперной певицей. Хотелось именно петь, хотелось сочинять песни, музыку. Я думала, что я буду сочинять эстрадные песни и их же исполнять. Вот. Но постепенно, по мере того, как ты учишься, образовываешься вот именно в музыке, то есть там была музыкальная школа по классу фортепиано, уже в музыкальной школе где-то в конце, не знаю, в классе, ну, в последнем классе, в седьмом-шестом музыкальной школе, что-то я начала сочинять, какие-то песни эстрадные. Сама играла, сама пела, записывала их на магнитофон. Вот. Пыталась в школе в среднем группу организовать что-то там, вокально-инструментальный ансамбль. Мы как-то там даже слегка выступали самодеятельно. Вот. И, естественно, поступил в музыкальный колледж. Это был Южный Казахстан, город Чимкент. Хотела я заниматься эстрадой исключительно. То есть оперой поначалу я заниматься не хотела. Хотела я заниматься эстрадой. Это были... Но, придя в музыкальный колледж, меня посоветовали поступить на теорию музыки. Вот. Потому как я знала, что вокал там, вокал академический. Вот. То есть эстрадного отделения не было в нашем колледже. Мне сказали, что на теории музыки я смогу сочинять. И у меня будет факультатив по вокалу. Я думала, о, хорошо, как раз то, что мне нужно. Но постепенно... По-моему, это были такие вот годы. Интересные, когда еще студентов возили на сельхозработы. Вот такие подробности. Один год я проучилась спокойно вот на теории музыки. Но как-то полностью, конечно, там эстрадой мы не занимались. Не раскрывалась эта моя сторона никак. И нас повезли на сельхозработы на виноград. Иду я, значит, с ящиком винограда и напеваю. Но мы много слушали. Мы много слушали музыки. У нас был предмет такой истории музыки. Много слушали опер. Оперы, симфонии. То есть зарубежная классика. И я там слушалась оперу «Свадьба Фигара». У меня там любимый персонаж появился. Керубина. Иду, напеваю, значит, Арию Керубина. Рассказать, объяснить не могу я. Вместе с этим ящиком винограды. Меня услышала преподавательница по вокалу. Она сидела, видимо, и учитывалась в ящике вот такая вот суровая реальность. Да, 90-х годов. Вот. И она услышала, что я пою. И начала со мной разговаривать. Говорит, а ты могла бы на вокал, на академический, тоже попробовать. Ну, как-то вот так она меня заинтересовала. И я стала параллельно, вот, приехав с этих сельхозработой, я стала параллельно заниматься на двух отделениях. Именно в Чимкенте. А вокал там был академический. То есть мы слушали много опер. Мне нравилось. То есть постепенно я втянулась именно в академическую, в оперную музыку. То есть как бы параллельно все время сидела на двух стульях. То участвовала в эстрадном конкурсе. В Чимкенте проходили конкурсы. Они назывались, по-моему, конкурс Арай назывался. Ну, не сразу так все было благополучно на конкурсах. То у меня диплом был какой-то, может быть, там, председательский симпатик, по-моему. Два раза участвовала в этом конкурсе, вот. А в колледже приходилось петь академическую музыку оперную. Как-то вот и туда, и сюда. И туда, и сюда. Ну, а постепенно, придя, уже поступив в консерваторию, в консерваторию я тоже сначала поступила на отделение композиции. А потом уже решила, что я должна заниматься еще и на вокальном отделении. На вокальном отделении я попала к народной артистке Республики Казахстан Жубатурова Рахимеду Легеновне. Вот. Она сразу услышала, поняла, видимо, что есть толк со мной заниматься серьезно. Ну, и я сама хотела уже заниматься тогда оперой. То есть мне хотелось это петь. Потому что ты, когда ты поешь, ты занимаешься, ты слышишь, что твой голос звучит, ты можешь озвучить без микрофона. Ну, зал. Как хорошо петь, не знаю, под аккомпанемент рояля, как классно петь под аккомпанемент живого симфонического оркестра. Вот. И она меня стала сразу готовить. То есть со второго курса она говорит, учи партию Татьяны из оперы Евгения Гин. Я вот так вот. То есть вот так сходу она меня стала готовить. Она меня уже буквально на третьем курсе консерватории, она меня прослушала в оперном театре, прямо впихнула туда. То есть там на тот момент был дефицит в нашем оперном театре лирико-драматических сопрам. И меня раз, и сразу взяли в стажеры оперной труппы. И я спела в концертном исполнении партию Татьяны в опере Евгения Гин. Вот. Уже на третьем курсе. И вот в этой стажерской группе я пробыла где-то на четвертом, на пятом курсе. То есть это вот учеба партии, посещение всех спектаклей. То есть прямо уже в полную мощь я занималась этим. Параллельно заканчивала свое образование по двум отделениям. И сразу, ну, где-то пел что-то в театре. Ну, петь много не давали, но что-то удавалось исполнить. Я знаю, что все равно в прошлом бывали такие моменты, что вы работали и ведущей на разных мероприятиях, праздниках. Это были и частные, и семейные. Скажите, пожалуйста, все-таки самый ваш такой вот любимый праздник, который вы получали, удовольствие от него, вот именно в проведении? Ну, я думаю, каждый праздник мне хотелось провести в удовольствии. Вот. То есть я к тому, чтобы провести праздники, пришла не сразу. Поначалу, то есть я чувствовала себя только певицей. После консерватории, то есть там получился такой момент, что я вышла замуж, родила ребенка, сына Максима. Вот какой-то момент, какой-то момент в театр опиона меня не брали. То есть я должна была думать, а что же я буду делать, пока вот я вот так вот нахожусь. И мне посоветовали быть не только певицей, а может быть, ты будешь ведущей, может быть, ты научишься вот этому интересному. А кто посоветовал, если не секрет? Ну, это муж посоветовал, Александр Велоусов, да, его зовут. Смотрела, что вообще просто следила, что происходит вообще на этом пространстве, вот этих праздников, не знаю, event, мероприятия, как это все проводится. Это же отдельная индустрия. По сути, как будто бы такого образования у меня не было. Единственное, могу сказать, что вот у меня мама, Шулунова Любовь Ивановна, она всегда преподавала в Ченкенте, в институте культуры, преподавала на кафедре культурно-досуговой деятельности, где, кстати, как раз вот и учат массовиков-затейников. А в свободное время чем вы это любите заниматься? Может, ваше хобби? Ну, помимо того, что вот выступать в опере? Конечно, увлечения были разные. Какое-то время я интересовалась даже историей. Вот так вот. Меня интересовала очень почему-то теория Льва Гумилева. То есть, что-то в какой-то момент у меня был, я ходила в книжные магазины прямо, ну, и в библиотеки ходила, в Пушкинскую. Ну, видимо, когда интернете что-то не хватало мне, вот в книжный магазин заходила и скупала книги, вот касающиеся истории разных народов. Ну, у меня какая-то в голове зрела, хотелось какую-то концепцию соединить, вот эту вот какую-то концепцию историй, каким-то образом хотелось соединить с концепцией, не знаю, музыкальной, с историей музыки. Я думала, может быть, я что-то смогу написать, но не знаю, может, когда на пенсию выйду, может быть, что-то и попытаюсь. Но сейчас я думаю, что вот это все-таки писательство, конечно, это отдельное занятие, и занятие наукой это тоже занятие такое отдельное, специфическое, тут надо, не знаю, надо, видимо, было в свое время получать другое образование, чтобы этим заниматься серьезно. Вот. Еще люблю фотографировать. Фотограф. Ну, я не фотографирую профессионально, я просто фотографирую своим телефоном, то есть, когда прихожу, например, на наши спектакли, селфи со всеми обязательно, да? Ну, это практически уже как болезнь, видимо, от которой надо избавляться, но надеюсь, что, может быть, потихонечку. А вот вы, Елена, мама троих детей. Вот как вы думаете, вы строгая мама? Нет, мама я, к сожалению, не строгая. Вот. С этим все непросто. Со строгостью не получается. Вот. Так что это такой серьезный вопрос. Ну, пока со строгостью, в общем, вся строгость, видимо, это только на папе. На папе. Да, да, да. Да, да, да. Потому что я как-то не так. В последнее время, ну, получилось, что такая какая-то занятость в театре большая, что даже где-то половина, большая часть забот упала на папу. Даже вот так вот. У нас были времена в театре перед премьерами, бывает такое, что у нас репетиции идут, месяц где-то репетиции, с десяти до часу, с шести до девяти, с десяти до часу, с шести до девяти, или там с десяти до пяти. Дети мамы не видят. Да, да, вот был такой момент, да, что так что-то уже строгость, не строгость, вот как успели, так и так следили. А скажите, пожалуйста, бывало такое в вашей жизни, что вот просто от всего вы устали, хотелось вот все бросить, все закончить и просто вот спрятаться от мира? А если это было, вот как вы с этим боролись? Да не было у меня такого. Ну давайте возьмем вот вашу деятельность оперной певицы. Вот были такие моменты, когда вот хотелось просто вот закончить этой деятельностью. Нет, не хотелось. Нет? Нет, не хочется. Хочется наоборот дальше развиваться, потому как мне кажется, что я еще в этой сфере до конца себя не реализовала, я еще не спела, может быть, те партии, которые возможны. Какая ваша цель? Цель ваша какая? Ну, если честно, хочется заниматься творчеством, хочется записать какие-то интересные, может, произведения. До сих пор не записала пять песен и стихи Анны Ахматовой. Хочется снять видеоклип. У меня такой вопрос. Все-таки я как человек праздник, и я бы хотел спросить, все-таки ваш самый любимый праздник, который вы любите проводить в кругу семьи? Я люблю свой день рождения. Любите свой день рождения? Вы любите получать подарки? Ну, странный вопрос вообще-то. А кто не любит получать подарки? Вот самое, что интересно, не люблю подарки получать я. А любите готовить? Не всегда вот плотный график вот такой рабочий позволяет делать это с удовольствием. Иногда, может быть, надо сделать где-то что-то быстро. Давайте поговорим. Знаете, вот я уже пятый год работаю ведущим организатором мероприятия. И очень часто, вот за пять лет, очень много таких интересных курьезов, случаев в моей жизни произошло. Вот один из самых таких смешных, это был новогодний корпоратив компании, если я не помню, Аксайнан, нашей знаменитой компании. И на перерыве до того устали ноги, и я всегда на работу беру такие домашние тапочки с собой, мягкие, пушистые такие. И у меня ноги на перерыве отдыхают. Но тогда мне координатор сообщил, что Владислав, надо срочно продолжать праздник. И знаете, я не задумываюсь, мне так легко, хорошо, моим ногам вот так вот, как будто я бегу по воздуху. Я выбежал в тапочках и продолжил. Да, и вот хотелось бы услышать от вас, были ли у вас такие вот... Выходила ли я в тапочках? Да. Была премьера оперы Регалетто. Это было ужасно. Это запомнится, наверное, всю мою творческую карьеру. Мы стоим на втором этаже, там момент, когда я разговариваю. Опера Регалетто, я играю сестру, ту красавицу, которой сердце красавиц склонно к измене поют. И с братом, брат наемный убийца Сапрофучиль, ему заказали убить герцога, главного персонажа оперы Регалетто. Мы с ним говорим, я прошу его о том, я должна просить его о том, что мне нравится герцог, не убивай его. Все на итальянском происходит. Но дирижер от нас очень далеко, внизу, в орхестровой яме. Мы на втором этаже, там такие декорации со вторым этажом. Вот. Просто такой момент, я запела не те слова. Забыли слова? То есть я не знаю, слова забыла, я просто забыла, я перескочила одну страницу текста, нотного, потому как, видимо, не знаю, это был мой где-то четвертый или пятый спектак Дегалетто. Ну, возможно, я волновалась, там нужно было очень долго бегать по лестнице. Почему вы не знаете итальянский язык? Ну, почему совсем не знаю? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-то мы, конечно, переводим. То есть мы переводим каждое слово, это мы знаем. Я не могу свободно говорить по-итальянски. Каждое слово я знаю, но там был момент такой, что я должна успеть после какой-то фразы, после этой фразы я помню, что я должна успеть взять меч, спуститься вниз с этим мечом и внизу еще успеть петь к музыке. То есть, ну, я думаю про мизансцены, а текст, который я должна была петь музыкальный, я вот так перелесну страницу и пою дальше. Дирижер Викторио Фаризи его зовут, да, вот. По-моему, он главный заведующий кафедрой Миланской консерватории, его пригласили дирижировать. Так, берет, снимает оркестр и кричит мне слова. Я во второй этаж. Я слова слышу, а что петь на этих мотивчик забыла? Я пою дальше, я пою, что я пою. Он берет, снимает вот так оркестр слова. Я не могу вспомнить, что за Амапелюнвера вообще, вот так вот пустая голова. Рядом самой стоит, стоит тоже Смарфучилька, Айрата Вербеков. И ничего тоже стоит, и ничего сказать тебе не может, тоже оторопел и не может понять, что дальше петь. В общем, три раза, вот три раза я начинала петь, и он так вправо снимал. По-моему, он это сделал зря. Наша дирижер так не делает, наша обычно продолжает. Вот. Пока концертмейстер не стала мне петь. Я Амапелюнверу, Готаджо-миноту. Вот она пела мне мотив, я вспомнила. Но это было, это было вообще на самом деле, ну, может быть, не совсем профессионально было, вот так вот, вот так вот кричат слова. Ну, обычно идут за певцом, как бы, ну, пропустили кусок, да, да. Не знаю, в чем было дело. В общем, это была такая, вообще, подстава серьезная на второй премьере. В общем, это было, ну, в общем, было не смешно, вообще-то, не знаю. Слава Богу, что не уволили, называется, вот так вот. Потом сбегаю вниз, думаю, ну, ничего, дальше нужно доиграть, все. Дальше все прошло без стучка, без задоринки, но вот это запомнилось, конечно, надолго. Вы бы еще не вспоминали этот спектакль долго. Ой, ну, жива осталась вот так вот. Вот так что вот. Бывает и такое. Спасибо большое. Елена, расскажите, пожалуйста, не только мне, всем нашим телезрителям, все-таки, какие у вас ближайшие, может быть, концерты, выступления, где мы можем прийти, посмотреть, насладиться вашим творчеством. В середине июня, точно число сейчас не могу сказать, филармония будет концерт, посвященный русскому романсу. Там тоже будут интересны, будет интересная программа, будут романцы Мусоргского, Рахманинова, Свиридова, Чайковского. То есть приходите, интересуйтесь, то есть можно посмотреть наш анонс, всю афишу, можно посмотреть на Тикитоне, на сайте театра Готоп. Спасибо вам за интересные ответы, за ваше чувство юмора, за вашу доброту. Вы действительно очень такой приятный собеседник, но сегодняшнюю нашу беседу, конечно же, хотелось закончить на красивой музыкальной ноте. Ну, что-нибудь, какой-то куплет, две-три строчки из вашего любимого репертуара. Друзья, это было круто. Вот почему я советую вам ходить на концерты нашей дорогой Елены, потому что действительно, это может быть на экране не так вот, прям вот круто, но здесь вот буквально полметра, это было просто шикарно. Спасибо вам большое за интересные ответы, за сегодняшнее интервью, за нашу беседу. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была одна из самых ярких артистов нашей страны, очаровательная оперная певица Елена Николаевна. Меня зовут Владислав Югай, это передача «Искусство интервью». Всем пока, до новых встреч. Казахстанская медиа-академия это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Казахстанская медиа-академия Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник – это наше зеркало. Мир – это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. В программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале «Музлайф». Субтитры создавал DimaTorzok